Легальным гостям Рады. В Сургутском районе завершается операция «Нелегал-2013». Ежедневно с 18 февраля полицейские и сотрудники Федеральной миграционной службы совместно проводили спецрейды в поселениях и составили на иностранцев около 150 протоколов. За незаконную трудовую деятельность, нарушение режима пребывания и правил въезда на территорию России к одному из рейдов присоединилась наша съемочная группа. Вот так ежедневно по подобным баракам, в которых жить людям с первого взгляда будто бы и невозможно, местным участковым приходится начинать рейды по нелегалам. Причем открывать, как правило, с той стороны двери не спешат. Ну я через дверь не вижу. Я предоставил с участкового ВД Сургутского района майора Сокина. Будьте любезны, документы покажите. Это гости Белого Яра родом из Башкирии. Гражданство российское. Но есть одно «но», которое пока никто для россиян не отменял. А что, у вас регистрации нет местной? Нету. А почему? Вы знаете, что нарушать статью 19.15, час 1 административного кодекса? Проживание граждан РФ на территории более 90 суток без регистрации. А здесь кто проживает в соседней комнате? Здесь дядь Витя. В смысле, гражданин России? Да, гражданин России. Ну, вечером посмотрим. Хорошо. Следующим объектом стала мясная лавка. Здесь практически у всех с документами и регистрацией проблем нет. Хорошо, сын, байдер. Друг закрепляет телевизор по качеству. Правда, у одного из работников не оказалось с собой документов. Якобы они в УФМС на регистрации. Пошли, проверим тебя. Если все нормально, значит пойдешься. Мы как раз в УФМС и проедем. Посмотрим, где там... Так или иначе, но правоохранители отмечают количественный спад среди нелегально прибывающих в России иностранных гостей. Вот буквально в пятницу гражданин Таджикистана депортировали и гражданина Молдовы. Так как проживаю без просроченной регистрации. Тогда как еще пару лет назад выдворять злостных нарушителей приходилось десятками, а то и сотнями. Работы, конечно, не убавилось. Как нарушали, так нарушаются. Ну, соответственно, с нашим законодательством выдворение, как правило, у нас за пределы территории России. И не появление более пяти лет на территории запрещается. Поэтому стало, скажем, меньше народу. Но все равно нарушение так и есть. Что касается сроков проведения операции нелегал, то, по словам полицейских, рейды совместно с сотрудниками Федеральной миграционной службы по Сургутскому району будут продолжены и в течение года. Виталий Туропов, Сергей Бритвин, телерадиокомпания «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова